День на Думске День на Думске Здравствуйте, студия. Верховная Рада приняла закон о едином окне на таможне. Этот документ, по словам авторов законопроекта, уменьшит время таможенного оформления товаров, которые ввозятся в Украину, а также улучшит инвестиционную привлекательность нашей страны для товаропроизводителей. Кроме того, закон предполагает подачу к таможенному оформлению разрешительных документов в электронной форме. А вот что касается обновления состава Центральной избирательной комиссии, то сегодня парламент так и не поддержал это решение. Точнее, народные депутаты даже не выходили на голосование. Спикер Верховной Рады Андрей Порубей провел рейтинговое голосование, в ходе которого выяснилось, что лишь 189 народных избранников из 226 минимально необходимых готовы поддержать обновление Центральной избирательной комиссии на данный момент. В свою очередь Андрей Порубей отметил, что пока Рада не готова выйти на рассмотрение этого вопроса. Вот когда снова парламент вернется к этой работе, пока еще неизвестно. Студия. Владимир Гросс, улой итогов работы Верховной Рады. Ну что ж, борьба с автохламом в Одессе, что это такое и действительно кто попадает в зону риска, будем выяснять. Но прежде смотрим вводный материал, который подготовили наши корреспонденты и возвращаемся в студию. Улицы Одессы хотят очистить от автохлама. К владельцам брошенных машин обратятся коммунальщики с призывом убрать их. Побитые, часто разобранные автомобили не только занимают парковочные места, но и используются бездомными в качестве ночлега. Кроме того, в них часто играют дети. Хозяевам брошенных машин предложат убрать их с улиц до октября. После искать автостарушку придется уже на стравплощадке. Они не только уродуют облик города, но еще и несут опасность в себе. Мы не знаем, что в автомобиле внутри. Это взрывоопасная вещь автомобиль. Большинство машин, они в разбитом состоянии полностью находятся, без колес, либо с разбитыми окнами и так далее. Мы зафиксировали, уведомили и сотрудников полиции, райотдела в том числе. То есть мы сделаем дополнительный мониторинг по центральной части города еще ровно через 30 дней. Уже на каждое транспортное средство мы оставим отдельное уведомление с требованием эвакуации. Отмечу, что одесситы давно интересуются вопросом брошенных автомобилей. На Одесском форуме этой теме посвящен целый раздел. В нем можно поделиться адресами, по которым были замечены такие авто. А некоторые находчивые автовладельцы таким образом подыскивают запчасти для собственных машин. Тема четырехколесных, оставленных хозяевами, актуальна как минимум еще в одном аспекте. Брошенные автомобили – это потенциально взрывоопасный предмет. В середине июня в Киеве от взрыва в брошенной машине пострадали четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет. Двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Авто стояло в одном из дворов в спальном районе столицы долгое время. Прятаться в нем друг от друга для детворы было чем-то само собой разумеющимся. Именно при таких обстоятельствах и произошел взрыв. Как оказалось, хозяин оставил в машине самодельное взрывное устройство, чтобы ее не разобрали бездомные. В итоге бомбу нашли и начали разбирать дети. После взрыва также выяснилось, владелец вообще много лет уже не живет в Киеве. Через несколько дней после происшествия его задержали в другом городе. Вот неприятная ситуация в Киеве произошла. Что стало поводом к этому вопросу подойти серьезно в Одессе? Поводом к этому вопросу провести первый мониторинг, запротоколировать все брошенные автотранспортные средства, послужил закон президента, подписанный о эвакуации автотранспортных средств. По сути, это эвакуация автотранспортных средств без решения суда, чего раньше было сделать невозможно. Вступает он в законную силу с 1 октября этого года. То есть до этого несчастного случая на моем предприятии был приказ внутренний о проведении мониторинга. В первую очередь это в Приморском районе, а во вторую очередь уже по другим районам нашего города. Это старая наболевшая проблема, брошенный автохлам внутри дворов. И еще хуже ситуация обстоит, когда брошен автохлам от иностранной части города. Так как это не только уродует эстетический вид нашего города, но еще и привлекает к себе внимание различных элементов с уголовной среды. Потому что, как вы знаете, есть у нас теория разбитых окон, брошенных мусорных пакетов. Вот когда машина брошенная, она является источником ископления мусора. Рядом обязательно еще появляется мусор. А как криминал к этому? А были замечены, что наркоманы делают так называемые подкладки под машины, прячут маленькие наркотические средства, а потом кто-то другой наркоман это все ищет. Это нам рассказывали, например, на Греческой, прямо на Греческой угол, Преображенской, стоят два автомобиля, уже один из автомобилей накинут чехлом уже стоит больше полугода. И стоит на парковочном месте для инвалидов. Но он в ближайшее время будет эвакуирован силами полиции. Давайте тогда разберемся, каким образом происходит оценка автомобиля, что он действительно влияется автохламом или, возможно, на него просто не хватает времени собственнику. Да, мы, ну, во-первых, скажу, что, конечно, мы будем, мы работаем максимально законно и открыто. И в данном случае мы понимаем, что некоторые автотранспортные средства, которые брошены, возможно, есть какие-то уважительные причины у людей. Вот. И в первую очередь мы благодарим, я благодарю вас за то, что вы обратили на это внимание. И с помощью вас мы хотим донести до всех собственников автотранспортных средств важность самостоятельной эвакуации. То есть наша задача не приехать и эвакуировать автотранспорт на нашу штрафную площадку, а задача донести до людей важность уважать и город, уважать прохожих, уважать и гостей города. Это во-первых. Во-вторых, как поэтапно, вернее, как определение идет. Будет разделено это на два этапа. Первый этап – это провели мониторинг, определили, сделали фотофиксацию. Данные фотоснимки мы запротоколировали, естественно, и отправили в органы МЧС, в органы полиции. Следующее, мы через 30 дней сделаем дополнительный визуальный осмотр по тем же самым местам. Оставим уведомление, откажем в транспортном средстве провести самостоятельную эвакуацию. Ну что, это вы под дворник засунете? Где возможно это будет, а мы засунем, потому что у некоторых нет дворников, нет стекол автомобилей и так далее. Некоторые автомобили, например, возле рынка привоз используются как нелегальные склады, нелегальные ночлежки для продавцов, либо для лиц с неопределенным местом жительством и так далее. Есть международная практика. Хочу повторить, что законодательство нашего государства самое либеральное в данном случае по поводу паркования, по поводу эвакуации. К сожалению, намного строже законодательство в Европе и на некоторых постсоветских республиках. Но сейчас, я думаю, все-таки мы пойдем этими семимильными шагами к ужесточению наказания. Подсчитали уже, какое количество вот такого хлама, автохлама находится на улице? После первого заявления, вот когда мы сделали это в Горсовете, опубликовали на нашем сайте, мы дали нашу электронную почту, наш телефон рабочий нашего предприятия. Уже есть десятки обращений простых жителей, информации с Приморской администрации. Мы сейчас все анализируем, отдельно расставляем по полочкам все. У нас первое, то, что мы опубликовали, это порядка 25 машин. То есть, еще раз говорю, начнем все с центра города. Для не видения порядка первоочередных. Это Приморский район? Приморский район. Центральная часть города, это Приморский район, это, так сказать, историческое лицо нашего города. Не боитесь ошибиться в анализе, в оценке? И зачем вы направляете в МЧС, и зачем в полицию? Какую информацию они вам обратно дают? Понимаете, дело в том, что изучив и продолжая изучать некоторую практику международную, мы можем, опять-таки, поделить на два этапа бесхозного автотранспорта. Это отсутствие дорожного знака, отсутствие, грубо говоря, товарного вида. То есть, автомобиль раскомплектован полностью. Нет ни стекол, ни колес. И явные признаки заброшенности. Есть автомобили, практически вросшую землю, из них кусты уже растут. То есть, такие есть явные моменты. Это, в основном, три таких момента. Есть автомобили, действительно, брошенные, захламленные, но с государственными номерами. Государственные номера, мы делаем эти фотофиксации, отправляем в патрульную полицию для выявления на данный момент в рамках своих полномочий. Что будем делать впоследствии, совместно с Департаментом муниципальной безопасности? Будет, опять-таки, двойная фиксация. Это как мы планируем. Двойная фиксация данного постоянного нахождения транспортного средства. Если будет определен собственник транспортного средства, ему будет сделано официальное уведомление с просьбой самостоятельно эвакуировать данный автомобиль. В течение, да? В течение 10 дней, допустим. Абсолютно реальные, нормальные сроки будут человеческие. Абсолютно удобные. Что значит эвакуировать, если он перекатил на 20 метров этот автомобиль? Эвакуировать автомобиль, хранение долгосрочного автомобиля должно быть на специально выделенных для этого местах. Это круглосуточные охраняемые автостоянки, гаражные кооперативы и так далее. Если человек не хочет пользоваться этим средством, пожалуйста, он может этот автомобиль сдать на металлолом, либо отвезти его на станцию техобслуживания, где будет проводиться ремонт и так далее. То есть принять меры по надлежащему состоянию автомобиля. Потом куда автомобили? Соберете эти 25, их предположительно будет 100? Мы планируем так. В случае эвакуации бесхозного автомобиля, если не будет определен никто хозяин, бесхозного автомобиля на штрафплощадку, естественно, это будет только муниципальная площадка. В течение полгода мы ориентируемся на этот срок. Если не объявится хозяин, не произойдет взятие автомобиля с штрафной площадки, оплата, естественно, штрафной площадки, этот автомобиль будет либо утилизирован, либо сдан на металлолом. Но это уже отдельный разговор. А где утилизировать планеты? Да, и что, собственно, с этой утилизацией? Мы прекрасно понимаем, что в Европе за это платят деньги. За это платят деньги. Но из-за этого, скорее всего, учитывая нынешние реалии, у нас мы пойдем по пути сдачи на металлолом. Но опять-таки, как бы на это рано говорить, все-таки мы надеемся, что в первую очередь люди все-таки проявят инициативу самостоятельно, берут, ну и во вторую очередь, что изъятый автомобиль, это как практика показывает, сразу находится хозяин, приходит с документами и забирает автомобиль, и уже хранит автомобиль в предназначенном для этого месте. Если бы не было законопроекта, как долго мы бы наблюдали еще на улицах города вот эту красоту? Ну, мы очень долго ждали этот проект. То есть, если бы не было, я не могу сказать, как долго еще это было. Время, но мы над этим работаем. То есть, этот законопроект позволит избавиться от всех этих автохамов, которые мы видим в центральной части города, которые припаркуют автомобили на пешеходных переходах, на зеленых зонах, на остановочных комплексах, на въездах-выездах во дворы. То есть, четко, черным по белому, в законе описано, какие случаи подлежат эвакуации при нарушении правил паркования. О парковках в целом давайте поговорим. Парковки сегодня бесплатные в городе, правильно? Нет, у нас есть платные. В общих местах. Есть платные там, где есть шлагбаум или паркомат. Совершенно верно. Паркоматы есть у нас? Как много паркоматов в городе? У нас есть на данный момент порядка 30 паркоматов. Опять-таки, хочу немножко... На город в миллионе. Ну, да, это очень мало. Но еще раз хотелось бы сказать. Мы в 2013 году, когда запустили первый паркомат, это было возле ЖД вокзала, мы планировали всего по городу порядка 120 паркоматов. На данной цифре, эта цифра на данный момент, 120 паркоматов, которые должны быть установлены в местах крупного скопления автотранспорта, она еще до сих пор остается актуальна. То есть незадача все заставить абсолютно платными парковками и пересадить насильно, чуть ли не насильно людей в троллейбусе. Если человек, ну вот парковщик, подходит и просит у водителя средства за стоянку, за парковку, водитель имеет полное право... Не платить. Не платить. Конечно. Более того, если паркомат не работает, это считается статус парковки, не является платной. У нас есть такие случаи. Мы разъясняем, когда идет обращение. Если нет дорожных знаков, что это платная парковка, это парковка бесплатная. То же самое будет и с 1 октября, когда будет ответственность за неоплату парковки, за неоплату услуг платного паркования. То же самое будет в случае отсутствия дорожного знака. Либо если паркомат будет неисправлен, парковка считается бесплатной. На данный момент есть паркоматы, они рабочие, вот в центральной части города. Мы работаем, ну опять-таки, там большое скопление автомобилей. Порядка 30% из этих автовладельцев, которые оплачивают услуги по паркованию. Пока только 30% оплачивают. Не больше, да. Ну, очень все объяснимо. Это не привык. Это, например, в центральной части города люди, многие приезжают на работу, оставляют автомобиль на 8 утра, например, забирают его в 6 вечера. Не оплачивают, потому что считают, что это, например, платная парковка находится под окнами его офиса. Ну, в общем, таких моментов, на самом деле, очень много. И так как нет на данный момент ответственности за неоплату, соответственно, это и плодится эти моменты. Судя по всему, к 1 октября этого года мы ожидаем серьезные изменения. Вообще в этих направлениях 30 так и останется? Или все-таки увеличите количество таких систем? У нас сейчас находятся паркоматы. Двух операторов частных, с которыми мы работаем давно, это компания ВГК «Роуд». Были проведены конкурсы, на основании которых они установили данные паркоматы. Такого требования законодательства. Мы, то есть, наше коммунальное предприятие работает, учитывая те юридические, технические реалии, которые есть сейчас. У нас раньше, мы, предприятия, не финансируемся с бюджетом. Нас 16 человек на весь город. И, ну, может быть, повторюсь, нет. Но в том году мы сделали приближенную цифру к Киеву. Мы сделали более 18 миллионов. Вы одно из прибыльных предприятий КП. Мы обеспечиваем поступление парковочного сбора пункта А в пункт Б, грубо говоря, напрямую в городскую казну. Скажите, вот раз уже вы сами об этом заговорили, кто регулирует стоимость парковки на платных стоянках? На платных охраняемых автостоянках? Я сейчас, да-да-да, объясню. Ну, вот живой пример, мы о нем постоянно говорим. 30 гривен в час лонжерон. Мы знаем, что, ну, какая-то мизерная сумма от одного часа парковки человек, который платит, идет в бюджет города, а остальное, в общем-то... Ну, это не мизерная часть, на самом деле. А какая звучит? На 1 июля 2018 года с приближных стоянок в бюджет города поступило 1 550 000 гривен. Это как бы, ну, не мизерно, но нормально. По поводу высокого тарифа. Например, допустим, там, да, вы пример перевели лонжерон. Он такой и должен быть. Возможно, я скажу какие-то непопулярные вещи. Тариф, например, на платную парковку в центральной части города сейчас 5 гривен в час. Это очень мало. У нас уже подготовлены расчеты на примерно 15 гривен в час в центральной части города. Теперь будет в три раза дороже. В три раза дороже, но от данного тарифа зависит и сумма штрафа, которая будет идти в городской бюджет. Если автовладелец не оплатил услуги платной парковки, 20-ти кратный размер от тарифа будет идти напрямую на расчетный счет казначейства. Так называемые инспектора по паркованию будут выписывать админпротоколы уже непосредственно на собственника автотранспортного средства. Это можно сделать с 30 паркоматами, объясните. Но это и будет толчок для развития. Почему так мало? То есть сначала вы увеличиваете в три раза стоимость без паркоматов, а потом это станет толчком, чтобы появились паркоматы. В центральной части города есть вот эти 30 паркоматов. Это мало, да. Достаточно в центральной части города. Мы планируем, мы уже самостоятельно коммунальное предприятие поставить порядка 15 паркоматов. А кому платить эти деньги? 15 гривен в час. Только в паркомат. Так их всего 30. Но их же нет. То есть, по идее, логично сначала поставить паркоматы, обеспечить город в полном объеме, каждую такую локацию, каждую стоянку паркоматом, и потом только увеличивать. Вы тоже правы. Конечно, хочется все сделать и сразу. Максимально все красиво, везде установить паркоматы, предусмотренные для этого места. Но мы должны отталкиваться от того, что сейчас есть. Итого, сейчас деньги, 15 гривен в час, только там, где стоит паркомат. В других местах 5 гривен. Нет, нет. 15 гривен такого тарифа нет. Я неправильно. Нет, нет, нет. Мы чуть неправильно поняли. На данный момент есть тариф 5 гривен. Тариф на 15 гривен не утвержден. Да, да, да. Мы подготовили расчеты 15 гривен. Для того, чтобы его утвердить, необходимо пройти, это регуляторный акт называется, необходимо пройти общественное слушание с журналистами и так далее. Он будет утвержден. Я просто говорю о планах на дальнейшем. Это мы просто коснулись прибрежных стоянок, и из-за этого я эту тему тоже коснулся. Прибрежных стоянок, у нас раньше был тариф порядка 7 гривен. Внутри за час мы видели, мы наблюдали огромное скопление автомобилей, огромное количество жалов, бытовых конфликтов. Как только мы тариф подняли на уровень 30 гривен, скопление автомобилей реально снизилось. Намного. Только в пиковую нагрузку можем наблюдать и то не так, как это было раньше. Это мы видим, по примеру, 13 фонтана Лонжерона, пляжа Дельфина. Реальное количество автомобилей меньше. Есть люди, которые продолжают возмущаться, продолжают писать обращения, но мы на них отвечаем всех, так как считаем, это неприбежная территория, должна быть высокий максимальный тариф. Скажите, пожалуйста, а вот такое понимание ситуации верно или нет? Автолюбители говорят, что реагируют парковщики на оплату в паркомате не очень хорошо. Вот им это, ну скажем, ну понятно, что это все на ощущениях, скажем, это им не нравится, когда автолюбитель оставляет деньги в паркомате, а не платит им. И каким образом вот у них такие чувства возникают? Парковщики находятся возле паркоматов, на платных парковках, только по одной простой причине, что это им позволяет сам автолюбитель делать. Мы много раз говорили, я еще раз скажу, что оплата за услуги на паркование необходимо произведить самостоятельно через паркомат. Возмущаются парковщики или не возмущаются, это его личное дело. На самом деле парковщик сейчас возле паркоматов находится как мотивирующая, может быть, какая-то энергия для оплаты этой парковки и помощь при парковании. Иногда в некоторых местах, допустим, например, строком рынка. То есть он берет деньги за помощь, а за парковку никто ничего не оплачивает. Получается так? Ну, некоторые люди самостоятельно оплачивают, некоторые идут, ему дают, он идет, оплачивает, приносит. Лень человеку уйти 5 метров и так далее. Этот парковщик, как элемент на платных парковках, так же, как этот элемент нет в Европе, так же этот элемент парковщика, так же этого парковщика нет, кстати, и в ближнем зарубежье у нас уже. Он отпадет автоматически. Есть в планах увеличение количества паркоматов есть планы самостоятельной работы, мы уже подготавливаем документацию, собираем коммерческие предложения по установке паркоматов, у нас это все есть, мы это все предоставим в ближайшее время и вас, естественно, повезем, где будет непосредственно отдельные муниципальные паркоматы нашего коммунального предприятия. В среднем 5 лет до эфира вы сказали, вы возглавляете коммунальное предприятие. Как дела у вас с той историей, которая приключилась в мае 2017 года, в прошлом году, когда вас задерживали по факту получения взятки? Факта получения взятки не было. Да, я помню. Да, и 13 тысяч долларов не было. Действительно, были протестальные действия проведены. Почему были обыски у меня в кабинете либо в машине, и потом дома я... Это надо, наверное, вам задать вопрос тем, кто это инициировал. А кто инициировал? Прокуратура. Было возбуждено уголовное дело еще полгода до этих обыска. Было возбуждено уголовное дело на одного из моих сотрудников. И в связи с этим и проводили взятки, проводили обыски у нас. То есть никто не был задержан ни при получении каких-то взяток, никаких денег не было, нигде у них. Вы как свидетель проходите по делу, но есть дело, оно живое? Да, дело живое, но я там не имею... Я там дал в самом начале несколько показаний по этому поводу, что и знал ли я или не знал о действиях своего сотрудника, я не знал о действиях своего сотрудника. Ну, то есть сотрудник все-таки эти деньги... Сотрудники, да. Ну, оперативные сотрудники говорят, что он эти деньги брал. Но когда где брал, тоже я данной информацией не владею. Скажите, пожалуйста, чтобы не забыть, помните ту историю со шлагбаумом на лонжероне, который был длинный, потом его обрезали. Пляжи Дельфин. Пляжи Дельфин, совершенно верно. Поправьте, если мы ошибаемся, информацию о том, что этот шлагбаум сдан в аренду, то есть напрямую не все деньги попадают в бюджет, а тот человек, который снимает это, он делит каким-то образом. Ну, мы можем назвать... Да, там работает частный оператор. По сути, он наш партнер, который оплачивает нам парковочный сбор напрямую в казначейство. Оплачивает... Какая цифра? Ну, какой она, процент от, скажем... Это не процент, это четко установленная сумма налоговым кодексом. И не важно, сколько заедет машина. Не важно, сколько заедет. А почему коммунальное предприятие не занимается такими локациями? Это так, по-моему, на поверхности лежит. Нет, это вроде бы на поверхности лежит, но это некоторые есть налоговые нюансы для этого. Тут просто это может даже отдельная тема. Мы не против на самом деле. Конечно. Есть то, что позволено, вот опять-таки... Вы в этом заинтересованы? Я, безусловно, в этом заинтересован. То, что позволено, например, грубо говоря, по налоговым, по функциям налоговым какому-нибудь ЧП или СПД категорически не позволено нашему коммунальному предприятию. Это... Мы абсолютно действительно работаем прозрачно. Это подтверждает десятки различных проверок. Нет, безусловно, вы работаете и, пожалуйста, работайте прозрачно. Зачем здесь посредники между потребителем, одесситом или гостем города и городским бюджетом? Мы вставляем сюда еще лишних людей. Зачем? Ну, в данном случае у нас маленький штат, опять-таки. Мы не финансируемся. Мы нет. У нас нет возможности на покупки дорогостоящего оборудования. Мы нашли своих партнеров. То есть бюджетное поступление точно такое же в городской бюджет, как и частного оператора. Еще раз повторю. Кто бы ни работал, ООО, ЧП или СПД, бюджетное поступление парковочного сбора такое же. Плюс отдельно, например, наше предприятие должно платить и НДС, и подоходные налоги, пенсионные всякие отчисления и так далее. То, что, например, СПД оплачивает единый налог, другой, который предусмотрен в данном виде деятельности. Вот из-за этого. Ну, такое. Слабо, да, понятно. Много, судя по всему, важной информации, но, опять же, кто-то зарабатывает здесь, а почему, опять же, я не понял. Ну, хорошо. Спасибо вам, что вы отозвали сегодня поработать с нами. При случае не отказывайте. Хорошо. Спасибо. Владислав Томкевич, директор КП Одесс-Транспарк-сервис был у нас в гостях. Прерываемся на небольшую паузу и вернемся в студию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова